17 автобус меняет свой маршрут. С 3 августа он не будет двигаться по проспекту Труда на участке от Карломаркса до Первомайской. В связи с ремонтом дороги 17-й будет ездить по нечетной стороне проспекта, так называемой Малой Труда. Посадка и высадка пассажиров с остановочного пункта кинотеатра «Россия» переносится на остановку проспект Труда у дома на Карломаркса 19. Северодвинские перевозчики увеличивают количество маршрутов, где действуют долговременные проездные билеты. Сейчас ими можно пользоваться только на первом, третьем, пятнадцатом и семнадцатом маршрутах. С 1 сентября проездные появятся на десятках и в продажу поступит долговременный билет для школьников. Действовать он будет там же, где и взрослые, но только в период учебного года. Как и раньше, школьникам необходимо будет предъявлять справку вместе с проездным. В сентябре его стоимость составит 400 рублей. Приобрести проездные можно в кассе перевозчика на Беломорском 3 или в киосках Роспечати с 25 августа. Напомним, с сентября по мае школьники и студенты могут также оплачивать проезд по льготной стоимости в 10 рублей. Поздравлять десантников праздничным концертом в Северодвинск приедет не Виталий Леонов, как сообщалось ранее, а Станислав Конопляников из города Череповца. Выступление автора-исполнителя гвардии майора воздушно-десантных войск начнется в 14 часов у Дворца молодежи. Напомним, сам праздник стартует в Северодвинске в пятницу в 11.20 у Обелиска на проспекте Труда. Там пройдет торжественная церемония возложения цветов, а затем колонна десантников двинется к памятному знаку «Ратному подвигу северодвинцев». С 12.20 здесь пройдут построение и возложение цветов к Вечному огню. По завершении церемонии возложения цветов десантники перейдут к часовне Александра Невского, где с 12.50 до 13.30 пройдет молебен.